18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Пожалуйста, проголосуйте за этот сквер, чтобы мы обязательно вошли в 2018 году в эту программу. Строим будущее вместе. Жители 12 микрорайона ждут благоустройства сквера «Строитель». Войдет ли он в программу, зависит от каждого. Это не та профессия, когда ты рабочий день проводишь в своем кабинете. Вековая история в лицах, событиях и фактах. Газета «Анапская Черноморья» отмечает 100-летний юбилей. Прощальный аккорд. За два дня до весны в Анапе разгулялась зима, взяв ледяной плен, улицы, деревья и машины. Все, что портит облик и имидж города-курорта, необходимо оставить в прошлом. На планированном совещании глава города заявил, что его позиция в данном вопросе останется неизменной. Также продолжится работа по борьбе с несанкционированной торговлей и незаконной рекламой. Анапским спасателям вручают ведомственные медали МЧС. Виталий Жердяев, Владимир Кныжов и Евгений Попов получили их за реализацию единой государственной политики и обеспечение безопасности, в том числе и на водных объектах. Глава города Юрий Поляков поблагодарил спасателей, а полицейских призвал активнее бороться с торговлей алкогольными суррогатами. Это также часть единой государственной политики, един для всех и федеральный закон о рекламе. По поручению Юрия Полякова специалисты вынесли 16 предписаний на демонтаж незаконно установленных баннеров. 11 уже сняли. В трех случаях владельцам конструкции грозит штраф. Продолжить работу в рамках закона Российской Федерации о рекламе, продолжить эту работу и зачищать город от несанкционированной рекламы. Мы должны понимать, что все должно соответствовать законодательству, они так же все здание затянули бутербродом, понимаете или нет, и все должны смотреть на это. И на контроль взять вопросы, сняли рекламу, чтобы они там навели порядок за рекламой, что там побелили фасад или что сделали. То есть фотографии, снимки, чтобы мы знали, где надо и что наводить, какой порядок. Также глава курорта напомнил, что позиция по стройкам, которые ведутся с нарушениями, остается неизменной. На пересечении улиц Красноармейской и Крымской не должно быть торгового комплекса. Там место просторному остановочному павильону и зеленой зоне. То же самое касается и стройки на углу Крымской и Астраханской. Она также незаконна. Там есть решение суда. Там человек снес объект и загородил его. Ему никто не давал никаких разрешений. Никто ничего давать не будет. Все будет только в рамках законодательства. Все это необходимые меры, которые помогут изменить облик города к предстоящему курортному сезону. Юрий Поляков поручил, чтобы к лету в Анапе появились новые малоархитектурные формы. А до конца марта на Пионерском проспекте закончат монтаж новой подсветки. Никита Бойко, Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня Анапа попала во власть ледяного плена. Из-за температурных качелей моросящий дождь мгновенно превращался в лед. Особенно сильное дыхание зимы почувствовали северные районы муниципалитета. В дорогах образовалась гололедица. Трава и деревья вдоль трасс также покрылись наледью. Ухудшение погодных условий метеорологи связывают со смещением на территорию Краснодарского края южных циклонов. По предварительным прогнозам, осадки и сильный ветер сохранятся до первой половины завтрашнего дня. При этом порыв ветра могут достигать от 13 до 18 метров в секунду. Краевой суд оставил все решения Анапского городского суда о выдворении 16 иностранных граждан, которые работали на одной из строек в Анапе. Компании грозит крупный штраф. Как уже сообщалось ранее, в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности, полиции, а также при содействии Анапского казачества, на одной из строек в городе-курорте задержали 16 иностранцев. Как уже доказано в суде, все они находились на территории России незаконно. Кроме того, более чем в половине случаев есть признаки нарушения трудового законодательства. Проводится административное расследование. Нелегалы находятся в специальном центре, откуда будут выдворены за пределы Российской Федерации. «Сто лет с читателем» газета «Анапско-Черноморье» сегодня празднует вековой юбилей. Именно в этот день, в 1918 году, вышел первый экземпляр. Как себя чувствует старейшее издание Кубани и кто поздравил юбиляров в нашем материале? В праздничном выпуске признание профессионализма и пожелания долгих лет от самых известных людей страны. Многие из них были героями статей. Ну а сегодня коллектив газеты принимает личные поздравления от руководителей администрации города и Совета депутатов. Примите самые искренние слова благодарности за многолетний творческий труд и значительный вклад в развитие нашего города-курорта. Желаю сотрудникам ветеранов «Анапско-Черноморья» крепкого здоровья, благополучия, содержательных и глубоких материалов, неиссякаемого вдохновения, признания еще многими поколениями читателей. С уважением, глава муниципального образования города-курорта «Анапа» Юрий Федорович Поляков. И вы сегодня выполняете ту главную роль, которая сегодня от вас необходима, как от газеты. Сегодня люди должны знать и законы, сегодня должны знать и новости, и что творится сегодня у нас на территории муниципального образования. Короткий перерыв на праздничный обед, после этого снова за работу. Газета выходит три раза в неделю. За всю вековую историю она закрывалась только однажды, на период оккупации «Анапы» фашистскими захватчиками. Все остальное время работала и жила делами города-курорта. И сегодня «Анапское Черноморье» уверенно смотрит в будущее. Я хочу верить, что газета «Печатная версия» сохранится. Будут развиваться, конечно, электронная версия газеты, в том числе будет развиваться сайт газеты. Обязательно активнее мы будем работать в соцсетях, безусловно, продвигая наш продукт. Признание заслуг «Анапского Черноморья» – это результат работы нескольких поколений талантливых журналистов и руководителей издания. Сегодня «Анапское Черноморье» и само стало кузницей кадров. Совместно с городским центром творчества открыли школу журналистов. Преподает здесь Оксана Чурикова. Она пришла в газету 10 лет назад, сразу после института. Теперь сама учит детей основам журналистики. Это не та профессия, когда ты рабочий день проводишь в своем кабинете. Это та профессия, когда ты каждый день бываешь в разных местах, общаешься с интересными людьми. Это и ученые, и актеры, и спортсмены, и волонтеры. И каждый из них делает наш мир лучше. И мы не просто берем у них интервью, мы и сами вдохновляемся. Их опыт вдохновляет нас на написание хороших материалов. Несмотря на солидный возраст, у коллектива газеты большие планы на будущее. Все это время девиз издания оставался неизменным. За любовь к творчеству и творчество в любви. От любви, как известно, возраст не под властью. Сергей Корабельников, Никита Бойко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. На Кубани пройдет фотоконкурс селфи на выборах «Голосовач». Привлечь внимание молодежи к активной гражданской позиции таким образом предложила редакция «Кубанских новостей». Издание и является организатором конкурса. Чтобы стать его участником, нужно 18 марта прийти на свой избирательный участок, сделать фото специального стенда и выложить его ВКонтакте или Инстаграме под хэштегами «Голосовач-23» и название города, в котором голосовали. Итоги подведут с 25 марта по 1 апреля. Всего разыграют более 100 призов, среди них айфоны и айпады. Работы будут приниматься с 18 по 20 марта. Подробности об условиях и правилах конкурса на сайте голосовач23.ру. 18 марта можно будет проголосовать не только за президента страны, но и за территорию, которую благоустроит в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В Анапе муниципальная комиссия утвердила 14 таких территорий, в их числе и сквер-строитель в 12 микрорайоне. Это центры притяжения жителей округа Восточный. Здесь проживает около 15 тысяч человек, из них около 4 тысяч дети. Благоустройство сквера позволит улучшить качество жизни местного населения. Здесь в близости детский сад 12-й, 14-й, школа. Здесь большой получается проход жителей. В этом 12 микрорайоне в сквере строителей у нас в основном здесь все массовые мероприятия проходят. Очень бы хотелось к вам, жители, обратиться 12 микрорайона. Пожалуйста, проголосуйте за этот сквер, чтобы мы обязательно вошли в 2018 году в эту программу, чтобы сквер у нас был очень красивым. Для детишек, для наших, для маленьких, у нас предусмотрено для самых маленьких отдельно сделать. Реконструкция площадки спортивной, футбольно-баскетбольная. Это все теперь только будет зависеть от нас. Кроме того, проект предусматривает изеленение, установку скамеек, беседок, урны и элементов освещения. Проголосовать за сквер можно будет 18 марта. Счетные комиссии в 12 микрорайоне будут располагаться в здании Московского педагогического государственного университета и школе номер 6. При себе иметь паспорт. В Анапе подвели итоги мужской недели здоровья. Профилактическое мероприятие направлено на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Акция проводится по всей Кубани. В Анапе сделали медосмотр максимально доступным. Медики выезжали и в сельские округа. С понедельника стартовала неделя женского здоровья. Обследование, направленное на выявление онкозаболеваний, совершенно бесплатно может пройти любая анапчанка. За неделю медосмотра прошли более 400 мужчин. У троих врачи выявили злокачественные опухоли. 10 человек с подозрением на предраковое состояние направлены в онкодиспансеры Новороссийска и Краснодара. Проведение регулярного медицинского обследования у женщин и мужчин старше 50 лет является наиболее эффективным мероприятием по выявлению злокачественных новообразований. Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения и носят социальный характер. Чаще всего причина – это позднее обращение к врачу. Для того, чтобы выявить онкологическое заболевание на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявляются, необходимо регулярное медицинское обследование. Эта неделя посвящена женскому здоровью. За минувшие дни обследования уже прошли порядка 150 женщин. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту. Он после общего осмотра направит к необходимым узким специалистам. Медики особенно рекомендуют пройти медосмотр женщинам старше 50 лет, так как они находятся в группе риска. Важно знать – онкология, выявленная на ранних стадиях, успешно поддается лечению. Дню защитника Отечества и 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков посвятили первенство Анапы по греко-римской борьбе. Перед мальчишками выступил ветеран, который был не намного старше некоторых его участников, когда принял командование взводом реактивных минометов. Организаторы считают, что подобные встречи вдохновляют юных борцов. В зале около 80 участников. Турнир открытый. Приехали гости из соседних районов. В этом году дата соревнований совпала с Днем защитника Отечества. Ребята, я думаю, сегодня будут стараться. У нас сегодня гости почетные. У них будет дополнительный стимул сегодня проявить себя, свой характер. Николай Корнеевич ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной. Первое время был сапером, потом его отправили учиться. В 18 лет младшим лейтенантом он принял взвод «Катюш» реактивных минометов. Войска были секретные. Командиры расчетов – коммунисты. Два председателя колхоза, секретарь порткома, директор завода. Всем за 40 лет. Построил и сказал, я ваш командир. И запомните, приказ командира – приказ Родины. И должен быть выполнен беспрекословно, точный взрок. А кто будет сомневаться, то познакомится. Показал на кобуру с пистолетом. Вопросов не было до конца войны. По словам Николая Корнеевича, и у нынешнего поколения тоже есть искра. Давай борись! Руку поднимай! Артур не сдается. Он из Крымского района. Соперник из Темрюка. Сошлись здесь, в Анапе. Борьба шла практически на равных, но кроме техники есть еще и характер. Ну просто разозлились и все. Артуру 9 лет, и ему нравится именно классическая борьба. Бороться только на руках. А вольное неинтересно. Просто я за ноги еще и выиграл. Интересно. Посещать открытые турниры у соседей – распространенная практика. Так приобретается необходимый опыт. В Анапе греко-римской борьбой занимаются порядка 250 ребят. На городские соревнования приходят лучшие из них. А из победителей формируют сборную Анапы. Александр Ребекко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова